Добрый вечер! Гигант, просто город-монстр. На самом деле, это так. Мы сегодня находимся первый день, и впечатления неимоверные. И в данный момент мы находимся, пользуясь случаем, как, конечно, не приехать в самый центр, самое достопримечательное место, самое место, где приезжают, скапливаются туристы и множество людей. Это центр Китая, ой, центр Гуанчжоу, это телебашня кантонская, либо Кантон Тауэр, одна из самых высоких зданий по Китаю, и одно из, второе место, точнее, по высоте телебашни в мире. Это Кантонская башня. Сейчас мы находимся на самой вершине, и хотели поделиться своими впечатлениями. Это просто невероятно. Количество людей здесь все больше и больше, меньше их не становится. Вот, давайте мы с вами пройдемся. По ходу дела будут какие-либо вопросы, пишите в комментариях. В конце своей трансляции постараюсь быстренько пробежаться и ответить на них. Ну, в первую очередь, пользуясь случаем, хотел поздравить всех, тех, кто находится в Китае, всех наших студентов, а также их родителей. Как вы знаете, сейчас праздник середины осени. Мы три дня отдыхаем. Это суббота, воскресенье и понедельник включительно. Кто не знает, в понедельник занятий нет. То есть, в эти дни здесь китайцы как бы отдыхают, путешествуют. И чаще всего они лепят лунные кексы, такие лунные печенья. Кто знает, в принципе, могу даже на своем примере показать. Нам тоже сегодня подарили. Давайте я покажу содержимое. Она на вкус, ну, выглядит вот так вот, если кому видно свет. На самом деле, немного похоже на луну, так сказать. В общем, на любителя. Их обычно дарят, их лепят. И так и праздники проходят в эти дни по всему Китаю повсеместно. Ну, вот сейчас вот лицезретье, как бы такое явление, все туристы. Мы здесь уже находимся с пяти часов. Сейчас местное время восемь вечера по Китаю. Людей на самом деле становится не меньше. Их все больше и больше. Вот, как видите, здесь только одна часть столпотворения, которые хотят сесть на смотровую такой вагончик. Она называется Бабл Трам. Туда, получается, помещается шесть человек. И людей, на самом деле, в большом количестве. Если кратко и пробежаться по стоимости, то сюда в среднем от двухсот юаней и выше, чтобы подняться на эту башню. В зависимости, что туда входит. Ну, и имейте в виду, если вы планируете приехать именно в Гуанжо и именно в данную башню, то студентам я рекомендую брать с собой свои студенческие билеты, студенческие карты. Вам дадут скидку. То, что мы как раз и воспользовались. Вот такие вот дабл трэм, такие смотровые вагончики. Они находятся в окружности этого здания, на самом высоком, на самом большом, получается, на высотном самом этаже, как смотровая площадка. Вот получается количество людей, которые стоят в очередях, чтобы сесть и посмотреть на ночной Гуанжоу. Это уже другая часть. Как видите, вот ночной Китай. Ночной Гуанжоу. Как видите, на этой реке очень много паромов, пароходов, лодок, которые также дают возможность передвигаться, смотреть город. Река, кстати, называется Джухай, то есть переводится как «жемчужная река». На самом деле, очень впечатляет даже меня, того человека, который уже неоднократно был во всех частях, во всех городах Поднебесной. Очень круто. Ну, пользуясь случаем, также хотел поздравить Есетова Яросула из города Астаны. Сегодня у него день рождения. Яросул, с днем рождения. Жастан Жасхавир, Джуни Шенже Куайла. В общем, ребята, будут какие-либо вопросы. Если вы планируете поездку в Китай, хотите получать образование в Поднебесной, в частности, в Гуанчжоу. Скоро у нас будет множество программ в данном городе. Скоро мы их публикуем на наших социальных сетях, в частности, в Инстаграме. Поэтому подписывайтесь, рекомендуйте вашим друзьям, одноклассникам, родителям. В Инстаграме будет очень много материалов. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал China Land Foundation, так и называется. Будем часто выкладывать видеоматериалы, видеообзоры с Китая. Буду стараться часто выходить на прямую трансляцию. Также показывать внутреннюю жизнь Китая, в частности, Поднебесную. Ну и также буду стараться отвечать на все имеющиеся вопросы, которые будут у вас возникать, как у студентов, так и их родителей. Теперь, кому будет интересно... Как вы знаете, вы уже поняли, что мы находимся в Китае, поэтому наши мобильные телефоны рабочие недоступны. Вы можете с нами связаться только по WeChat. Наш WeChat ID называется... Точнее, мой... CLF-еду. Я написал уже вот в комментариях. Можете запомнить, скачивайте WeChat. Он же китайский Вейсин. Будут какие-либо... Любые вопросы, связанные с Китаем, пишите мне. По возможности буду отвечать. Ну и также, пользуясь случаем, хотел бы сказать о том, что разница во времени, в частности, Казахстан с Китаем у нас 2 часа. Поэтому те, кто находится в Казахстане, а в частности, Западный Казахстан, у нас еще 3 часа разницы. Поэтому, когда вы звоните, у нас на 3 часа вперед. К примеру, если сейчас 8 вечера здесь, в Китае, то в вашем случае 5 дня практически. Поэтому на WhatsApp или звонки я отвечаю очень рано утром. Поэтому по любым вопросам тоже пишите, только WeChat ID. Теперь по вопросам, которые вы здесь писали, если они есть. Единственный вопрос, который успел сейчас прочитать. Китай хорошая ли кухня? В Китае кухня на любителя. В Китае, на самом деле, кухня контрастная. Есть на выбор все, что угодно. Все, что делается, делается в Китае. Да, как вы знаете, либо наслышанно, в Китае большая часть кухни, либо еды, она острая. Она специфичная, где-то непривычная. Но есть и другие кухни, например, как уйгурские, донганские, мусульманские столовые, где тоже по вкусовым качествам к нам подходят, если те, кто не привыкает, в первую очередь к китайской еде. Также вы, если планируете здесь обучаться, во многих обшитиях предусмотрены общественные кухни, где вы тоже можете готовить себе еду. Либо, если вы снимаете квартиру, естественно, у вас есть уже кухня, плита. Холодильник, микроволновка, посуда и так далее. Тоже без проблем можете готовить себе еда. В общем, так, вкратце, если будут интересны другие вопросы, если вас интересует, пишите в директе, в инстаграме, chinaland.kz Пишите на нашем WeChat ID, clf.edu Всем спасибо большое, следите за нами, будет очень много интересных материалов, будет очень много новостей с Поднебесной. Всем большой привет, всего доброго.